Друзья, всем привет, это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Аверьянов. Сегодня мы в подмосковном Монтевилле, в 27 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. И я хочу вам показать дом не такой большой, как мы обычно смотрим с вами. Дом всего лишь навсего 355 квадратных метров, на участке 12 соток, но при этом выполнен с определенной долей перфекционизма, с хорошей грамотной планировкой. То есть это такой базовый, я бы сказал, проект для постоянного проживания, но с очень хорошим вниманием к деталям. Ну что, готовы? Поехали! Вроде бы 12 соток, но сзади у нас шикарный бэк-ярд, большая терраса, удобный выход из гостиной-столовой, теплый пол под инженерной доской. Камин прямо по центру этого помещения, и кухня, и реально тишина. Основные характеристики проекта. Двухэтажный дом, 355 квадратных метров, на участке 12 соток. В доме 4 спальни и возможность организовать дополнительный кабинет. В доме установлена система «Умный дом» с возможностью программировать различные сценарии, интересно сделана кухня, а также есть теплые деревянные полы, высокие потолки, высокое качество отделки и множество натуральных материалов. Друзья, как я уже говорил, мы находимся в коттеджном поселке Монтевиль, но он достаточно большой. И эта часть одна из самых первых, которая застраивалась в первую очередь. Она самая тихая, потому что максимально удалена от дороги. И мы сюда заехали через въезд, который проходит через лесную дорогу. Очень красивый заезд, потому что вообще в коттеджный поселок Монтевиль можно попасть с трех КПП различных. Ну и те, кто живут в более близкой части, они заезжают через деревню. Дорога так себе. Но здесь на одну минуту всего лишь подольше, но зато абсолютно без вот этих вот лежачих полицейских и так далее. Сразу въезжаешь буквально недалеко здесь КПП. И реально тишина, просто тишина и спокойствие. 5 минут отсюда еще и вход в проглушную зону Монтевиль. Тоже очень удобно. Итак, давайте посмотрим на этот участок. На небольшой площади 12 соток, но очень грамотно расположен дом. То есть у нее есть, во-первых, парадная часть, дом без гаража, но есть пока что площадка. И здесь есть возможность установить навес на два машиноместа с отдельным хозяйственным помещением. Есть уже проект, и я выложу визуализацию, как это все будет выглядеть. Стоимость такой постройки примерно 1 600 000-1 700 000. По участку выполнено освещение, газончик, небольшой ландшафт, по периметру высажены туи. И, собственно, здесь поставили машину и проходим через главный вход в дом. Но давайте сначала обойдем и посмотрим весь участок. Фасад дома, кстати, сделан тоже очень качественно. Вот посмотрите, как сделаны углы. Это клинкерный кирпич, сверху натуральный камень, песчаник это похоже, да, и гранитом отделан цоколь. Очень большое качество деталей вообще и по фасаду, и по внутри, и по дому. Вот посмотрите, все сделаны стыки. Водосток уходит прямо в землю, никаких не будет ни наледей, ничего. Все в дренаж и в ливневую канализацию. И вроде бы 12 соток, что для Монтевилле, кстати, небольшая площадь, потому что здесь в первую очередь нарезались участки по 15, по 20 соток, даже по 30 соток. Здесь же удалось участок размежевать и посадить не очень большой дом. Но, несмотря на небольшую площадь, сзади у нас шикарный бэк-ярд. Ну, для тех, кто не любит мои англицизмы, задний двор скажу. По периметру высажены сосенки. Здесь просто сделан газон, но дальше уже ваша фантазия, как покупателя, будущего собственника. С задней стороны дома у нас большая терраса. Основная ее часть накрыта балконом второго этажа. Подъем не очень большой, но три ступеньки здесь есть. В целом можно вот здесь ограждение и не ставить, но если вдруг маленькие дети, то, конечно, что-то надо все-таки как-то будет огородить. Удобный выход прямо из гостиной-столовой. Вот он здесь посередине. И вот за этим окном уже будет кухня. Газонокосилка стоит. Собственно, это то, что происходит с домом, если нет хозяйственных помещений. Именно поэтому проект навеса предусматривает хозяйственный блок, куда можно это все складывать. Шланги, газонокосилки, лопаты и так далее, и так далее. Весь вот этот инвентарь, который нужен в загородном доме. Выведено несколько розеток в той части, здесь, здесь. То есть везде можно подключиться. А вот эта черная коробочка – это вывод под видеонаблюдение. То есть можно будет в дальнейшем установить камеру. Не всем это нужно, потому что поселок охраняемый. Но, тем не менее, кому-то, если нужно, спокойно ставите. Все это уже будет работать в единой системе автоматизации дома. Особое внимание уделено деталям. Посмотрите, вот эти все стыки материалов. Небольшой отлив, очень аккуратно смотрится. Вот эти все стыки. Кстати, я вам сказал, кирпич клинкерный. Нет, вот здесь видно, что это плитка клинкерная. Но от этого не выглядит это менее красиво. И вот, кстати, я засомневался, тоже сказал вам, что это песчаник. Но, может быть, это травертин или ракушник. Я вот не очень разбираюсь. Все они такого бежевого цвета. Так что давайте напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за камень. Вот, кстати, что меня сбило с толку. Как раз вот эти угловые элементы. Это, на самом деле, просто такая угловая плитка. А кажется, что кирпич. Очень здорово выглядит. И давайте посмотрим, вот, свес кровли тоже сделано. Очень все аккуратно. Из лиственницы, темное дерево. Ну и достаточно большой навес, то есть не будет сюда сильной осадки. То есть у нас водосточная система, и она выходит дальше от муски. Это все правильно и по пропорциям очень красиво смотрится. Пойдем в техническую сторону фасаду тоже посмотрим, но подробно на ней не будем останавливаться. Здесь небольшое расстояние, но в рамках всех регламентов до соседнего участка. Здесь установлены наружные блоки кондиционеров. Так, это котельная за отдельной дверью. Но туда заглядывать не будем. Там котел, все как обычно, бойлер, водоочистка. Все, в общем, то, что нужно. Подключение газа. Ну и, собственно, возвращаемся уже к главному входу. Ну что, время для интерьера. Давайте представим, что я хозяин дома. Пришел. Здесь будет банкеточка. Разуваемся. Очевидно, что для съемок мне нужны мои отдельные обувь. Так что быстренько раз, два. И прохожу в гардеробную. Вот она здесь находится. Допустим, сюда поставили все это. Так, ну у меня здесь, видите, все тут съемки. Давайте, магия монтажа. Вуаля, ну вешалки пока нет, потому что дом абсолютно новый. Давайте пока вот так аккуратно положим. Четыре больших вместительных шкафа. Один из них с зеркальными фасадами, то есть можно использовать его как зеркало. Дневной свет за счет большого окна. И сверху еще множество мест для хранения. Конечно же, туда можно попасть, если стремяночку взять. Но, тем не менее, какую-то сезонную одежду, которая сейчас не используется, можно там все уложить. Так, попадая внутрь, мы попадаем в такой небольшой тамбур. За этой дверью находится спальня первого этажа. Все двери со скрытой коробкой фирмы Union, с черным таким профилем, с черными ручками. И вообще этот интерьер сделан на контрасте. Черные выключатели, черные двери, светло-серые стены. Ну и плюс дерево. Как мы можем определить, что это спальня по плану? Это вот просто кроватные такие розетки и выключатели. Но на самом деле, если вдруг четвертая спальня не нужна, потому что три есть на втором этаже, то это пространство можно использовать уже как кабинет. Здесь при этой спальне своего санузла нет, он есть рядом. И в нем совмещен, получается, гостевой санузел и в нем же сделан еще и душ. То есть обитатели этой спальни могут спокойно им воспользоваться. Находится он за этой дверью, тоже дверь со скрытой коробкой, но уже за шпоном дерева, шпон использован дуб. Вообще здесь такое засилие дуба и на полу, и ступени, и поручни. Сделано все очень аккуратно. Посмотрите, вот, кстати, такие доборные элементы. Потому что очевидно, что когда идет такой стык между двумя панелями, и вот в этой щели можно будет видеть эту коробку. И вот посмотрите, как аккуратно и интересно это сделано и обыграна эта коробка. Я уверен, что когда запланировал дизайнер изначально такое решение, не было понимания, что возникнет вот такая вот сложность. Так, давайте посмотрим, что внутри. Санузел, темно-серая плитка. Очень похожа на натуральный сланец, даже немножко блестит. Здесь в доме два производителя плитки. Это испанская порцелоноса. И эталон по итальянской технологии в России сделают плитку. Причем выбирали из таких достаточно дорогих коллекций. И сейчас, конечно, уже этот объем плитки будет достать гораздо сложнее. Вроде бы двери со скрытой коробкой, но посмотрите, что нужно сделать, чтобы это все красиво выглядело. Вся эта арка отделана шпанированными панелями, так же, как и внутренняя сторона двери. Что еще примечательного? Вот интересный гигиенический душ, тоже черный. И вообще вся сантехника черного цвета. Полотенцесушитель электрический. Поскольку ему нужна проводка, собственно, обычная. Это такой шнур с розеткой. Это все, конечно, некрасиво. И вот посмотрите тоже, какое внимание к деталям. Просто один маленький проводочек уходит в аккуратное отверстие. Представляете, как нужно дизайнеру все это расположить, чтобы закрепить его, чтобы здесь вот так вот все аккуратно под прямым углом было сделано. Вообще, конечно, это недоработка производителей электрических полотенцесушителей, потому что, по идее, вообще не должно быть видно никаких проводов. То есть оно должно где-то быть скрыто в самих креплениях. Но, к сожалению, нормальных моделей для того, чтобы можно было сделать это скрытым образом, нет. С этой стороны душевая, можно сказать, кабина. Потому что вот она полностью закрывается. Встроенный в пол трап. Смеситель в виде термостата. То есть ты просто устанавливаешь температуру, и она подается вот на этом уровне. Если даже будут какие-то перекосы в системе по воде, у тебя все равно будет стабильная температура из души идти. Зеркало вот так вот включается. Все, красота. Так, друзья, у нас сегодня съемки экспромтом. Этот дом я вижу первый раз. И, собственно, сам сценарий прям заранее не готовил. Конечно, я видел фотографии, я общался с собственником, я понимаю по деталям. Но прям все экскурсии у меня в голове пока нет. Поэтому иногда будем возвращаться назад и рассказывать про те детали, про которые я забыл. А забыл я вам рассказать, что в доме сделана полностью система автоматизации. Соответственно, здесь у нас есть экран управления. И возможность, соответственно, поставить на сигнализацию. Здесь же и домофон, и видеонаблюдение. И возможность запуска различных сценариев. Вот здесь видно, что есть сценарий «Я ушел». Мы называем это кнопка «Выключить все», но работающая интеллектуальным образом. Также кнопка «Я пришел», сценарий соответствующий. Есть сценарий «Гости», когда загорается весь свет, подсветка фасада, свет во всех общих зонах. Вот, мы встречаем спокойно гостей, не бегаем нигде, не надо нам свет включать. Он уже будет везде включен. Сценарий «Отпуск», когда, соответственно, можно задать более низкую температуру. Вот, поставить это все на сигнализацию. Вот, сценарий «Паника», если вдруг что-то произошло, и можно известить, например, охрану. Вот, сценарий «Презентация». В случае, если продаешь дом, можно включить, и, например, загорелся весь свет полностью во всем доме. Потом ушел, я ушел, и все это выключилось. Очень удобно даже при продаже. Это полностью программируемый интерфейс, можно его потом дальше задать под себя. Можно обозначить какие-то иконки, различные фотографии соответствующих помещений. Можно каждым помещением управлять. Плюс, естественно, есть управление с телефоном, с приложением. Также в каждом помещении установлены вот такие выключатели с гравировкой. То есть вот здесь видно, что это ландшафтная подсветка, это подсветка фасада дома, это точечные светильники, это основной свет. А это, собственно, две кнопки – включить все и выключить все. Я пришел, я ушел. И забыл обратить ваше внимание на то, что этот тамп закрывается этой дверью. Кстати, вот, посмотрите, интересная шайбочка, чтобы ничего не попортить. То есть можно, конечно, вставлять более компактные ограничители двери прямо в пол, но это как вариант, потому что, скорее всего, эта дверь будет открыта практически не всегда. Но если здесь все-таки это помещение будет использоваться как жилая комната, например, родители будут там спать, они могут закрыться, и они получаются за двумя дверьми от основной тусовочной зоны. И давайте пройдем еще, посмотрим хозяйственное помещение. Это постирочная и кладовая комната. Так, включим весь свет. Нет, это я что-то не то включил. Вот здесь давайте я включу. О, все, отлично, ребята разобрались с умным светом. Они оказались умнее его. Соответственно, устанавливается стиральная сушильная машина, раковина, плюс какое-то место для хранения. Вот, собственно, о чем я вам и говорил. Изначально вот это вот выглядит вот так, да? Представляете, если это вот в санузле, в красивом гостевом, куда, собственно, гости приходят и вот эту вот такую вот гирлянду видят. Так что не забывайте про то, что это потом нужно будет еще аккуратно спрятаться. Еще и в плитку, дырку надо в нужном месте сделать. Отверстия. Отверстия нужно в нужном месте сделать. Вот правильно подсказываю. Здесь тоже достаточно светло. Помещение небольшое, но все, что необходимо для хозяйственных нужд на такую площадь дома, здесь будет достаточно. Так, давайте еще техническую часть тоже посмотрим. Под лестницей находится слаботочный шкаф. И как раз вот здесь вот система умного дома. Вообще, хочу сказать, что вся автоматизация сделана на отдельной шине. Она локальная эта шина, это не КНХ. И производитель конечных устройств, чешская компания Элка. И это было специальное требование собственника, заказчика этого дома, чтобы не было возможности извне иметь доступ к этой всей системе. Да, в этом есть определенные неудобства, потому что обслуживать такую систему, не имея извне доступа, проблематичнее. Но это решается просто наличием отдельного ноутбука. То есть все управление этой всей, настройка всей этой системы происходит локально с ноутбука. А дальше, например, можно контролируемым образом инженера подключить, если вдруг что-то пошло не так, и, соответственно, ему что-то нужно перенастроить. Но в целом ни у кого больше, кроме хозяев дома, доступа к этой системе не будет. Это, кстати, очень классное и интересное решение. Сам шкаф, конечно, немножко шумит, но ничего не мешает абсолютно вот здесь сделать перегородку. Более того, в принципе, даже есть в планах это сделать. И подлестничное пространство можно отдельно вот таким вот образом оформить. Здесь будут места хранения, какая-нибудь чемоданная комната дополнительно. Очень даже тоже удобно будет. И звук уже не будет слышен. И еще раз, конечно, не могу не заметить тот перфекционизм, с которым сделана отделка. Вот это, конечно, все наблюдается по стыкам разных материалов. В данном случае инженерная доска, керамогранитный пол, лестница, стекло. Вот здесь, посмотрите, идеальная линия первого ряда стекол, второго пролета тоже. Все очень здорово. А покраска, посмотрите, да? То есть можно же просто взять и покрасить. Вот это называется покраска под прожектор. То есть когда ты светишь прожектором, в данном случае просто светильник прям непосредственно сюда светит, и не видно никаких ни разводов, ни неровностей. То есть абсолютно ровная матовая поверхность одинакового цвета. Посмотрите, как сделаны углы. Везде углы 90 градусов, приклеены аккуратно молдинги. Плинтуса тоже сделаны очень ровно. Короче, мне звонит собственник, потому что я первый раз увидел его дома, и спрашивает моего мнения. Леха, ну чего там, как вообще? Мне даже не к чему придраться. У меня-то, конечно, насмотренность очень большая, да? И у меня глаз прям сразу за какие-то мелочи там цепляется. Но здесь реально вообще ни к чему нельзя придраться. Настолько это все здорово сделано. Ведь на самом деле можно сделать такой же дом, просто чуть подешевле материалы, подешевле рабочая сила, и будет совершенно другая картина, и ты будешь жить в этом доме. Вот особенно для перфекционистов эта проблема. Я бы вот в таком доме мог бы жить. А вот когда приходишь и видишь вот эти все несостыковки, и понимаешь, что они каждый день тебя будут вот мучить, это, конечно, просто ад для перфекциониста. Поэтому если вы перфекционист, то этот дом для вас однозначно. Слушай, а потом удивляется, да, почему вот столько дом стоит? Потому что по фотографиям не видно вот этого перфекционизма. Это только можно приехать и реально посмотреть вживую, да? И ты сможешь вроде два дома, и один там в полтора раза дешевле, а другой дороже, да? И вот, соответственно, ты сравниваешь и говоришь, а почему этот тогда столько стоит? А вы приедете, посмотрите, как он сделан просто-напросто, и все. Вот чтобы до такого состояния довести, это много нужно труда, много хороших рабочих, да, и много правильного понимания, как этот процесс устроен. А еще не один построенный до этого дом, чтобы все эти косяки знать, как их избежать. Друзья, давайте продолжим. Попадаем мы в гостиную через вот такую вот арку. Сделана она тоже из дуба в виде реек. Здесь еще встроенная подсветка. Правда, пока мы ее включить не смогли, к сожалению. Но выглядит очень красиво, я на фотографиях видел. Хорошее помещение, просторное, светлое. Раз, два, три, четыре, пять окон, все большие. Интересно то, что большая часть этого пространства – это инженерная доска. Но это первый дом, где я вижу теплый пол под инженерной доской. Это специальная инженерная доска, достаточно широкие плашки. Вот, и у них широкий замок. Вы должны понимать, что если делать теплый пол под деревянным покрытием, то, естественно, это дерево подвержено всяческим дополнительным воздействием температуры. И здесь мало того, что сама доска должна быть многослойной, да, и она не должна просто деформироваться. А во-вторых, еще должен быть правильный замок широкий, да, чтобы стыки эти никуда не переходили, чтобы это просто как монолитная плита из дерева была. Ну, я попробовал, походил здесь босиком по полу. Очень интересное ощущение, потому что вроде бы сам пол деревянный, он такой теплый, хороший, да, а тут еще и с подогревом, очень здорово. Эта зона гостиной состоит, соответственно, из двух акцентов. Это камин прямо по центру этого помещения. Вокруг него, естественно, уже керамогранит на всякий случай, чтобы, не дай бог, оттуда какой-нибудь уголечек не выпрыгнул. И второе — это большая вот эта стена, да, на которую, собственно, и планируется повесить большой телевизор. То есть, собственно, можно сделать такую Г-образную форму диванов. Одна часть смотрит на камин, вторая часть — на стену. Очень здорово и очень функционально будет. С этой стороны, очевидно, под этими светильниками ставится большой обеденный стол, человек на десять легко. Вот, и кухня, кухня интересная. Она состоит из двух частей, такого мы еще тоже в наших обзорах не видели. Первая часть, я бы назвал ее парадно-сервировочная, та, которая видна из гостиной. И здесь, собственно, можно что-то там разложить. Хранится здесь посуда, много различных, соответственно, мест для хранения. Вино можно там расставить. Здесь дополнительно еще холодильник Липхер. Вот. Холодильник здесь не один, потому что второй уже находится в технической части кухни. Она, получается, не перекрыта, да, то есть она в общем контуре находится, но, тем не менее, основной процесс готовки, например, с гостиной зоны уже будет не видно. Собственно, ты здесь готовишь, и никто не видит, только если кто-то за столом сидит. И очень удобно сделано, потому что по правилам планировки кухни есть так называемый рабочий треугольник. Он состоит из холодильника, мойки и варочной панели. Все приготовление пищи происходит из этих трех точек, да. И между ними еще должно быть пространство, то есть между мойкой и варочной панелью должно быть пространство, между холодильником, чтобы что-то выложить, порезать. И расстояние между этими тремя точками должно быть от метр двадцать сантиметров до двух метров семидесяти сантиметров. И здесь это все выдержано. На кухне установлена газовая варочная панель. Не так часто мы ее встречаем в загородных домах, потому что, по сути, ее надо отдельно получать технические условия на присоединение к газу. Вот, и поэтому определенные есть тоже тонкости. Пять конфорок. Все это потом удобно вот так вот отмоется. И очень большой диапазон горения, то есть девять уровней горения, которые ты выбираешь удобным образом. На варочной панели установлена вытяжка. Все это одной фирмы NEF, поэтому смотрится все очень гармонично. Она ровно по периметру накрывает всю площадь этой варочной панели, и все испарения пойдут ровно в вытяжку. Wi-Fi, я не знаю, кстати, для чего. Но сейчас все стали делать умные, даже вытяжка умная сделалась. Но я знаю, что, например, в Miele есть возможность синхронизировать работу варочной панели и вытяжки. То есть, например, что ты готовишь, и у тебя вытяжка сама включается. И потом раз ты перестал готовить, вытяжка сама выключается. Возможно, здесь такая же настройка тоже возможна. С этой стороны у нас уже духовой шкаф и микроволновая печь. Все это тоже встроенная техника NEF. А, и забыл вам показать второй холодильник. Он на технической кухне тоже находится. Тоже Липхер, пожалуйста. Холодильник, морозильная камера. Я думаю, что для дома 355 квадратных метров два холодильника – это просто счастье. Ну и для дизайна кухни сейчас делают в потолок, поэтому образуется множество мест хранения. Конечно, не все они, я думаю, будут заполнены, потому что туда очень сложно будет залезать. Но дополнительно туда можно необязательно какие-то кухонные вещи сложить. То есть можно разложить то, что не требует сиюминутного доступа. Может, ты покажешь, что там вообще на ящике-то? Давай посмотрим, если я дотянусь. Со своим ростом. Подсадите. Пожалуйста, вон, смотрите. Вон, баночки соленья, варенье там. Пожалуйста, все. Класс. Так, друзья, здесь как раз хочу продемонстрировать, как работает освещение. Вот панель. Одна из них для включения различных световых приборов. Вторая из них – это термостат, который работает зимой на отопление, а летом на охлаждение. Все в едином стиле. Единые черные рамочки и сенсорные кнопки. Соответственно, это включение различных точечных светильников. Это выключает снаружи, то есть ты зашел оттуда, и здесь можно выключить. Это подсветка столовой зоны. И трековые светильники, которые еще и деммируются. То есть можно уменьшить интенсивность. Вот так вот. А можно, соответственно, включить на полную. Все это завязано на единую систему управления, и дальше можно еще дополнительные сценарии делать. Например, вот здесь есть сценарий отдельной кнопочки, кинотеатр. То есть включаешь этот сценарий, и у тебя только фоновая подсветка. Сидишь, спокойно смотришь кино, тебя ничего не слепит. И стоит отметить хорошую высоту потолков. Где-то не взял с собой сегодня дальномер. Где-то 3,20-3,30 точно есть. Что, пора двигаться на второй этаж? Давайте сделаем это по этой лестнице. Посмотрите тоже, как интересно сделаны перила. Мы видели, когда деревянные перила находятся сверху, над стеклом. Иногда бывает просто вообще без перил. Здесь они установлены прямо в стекло. Мне кажется, вообще самое филигранное и самое удобное решение. Подступенки. Вот это место, кстати, ребята, называется подступенок. Они выполнены из керамогранита. Это самое противное место, потому что ты все время его пачкаешь. И это тот вариант наиболее практичный, который на многие-многие века спокойно все протер. Дубовые ступени. И спокойно двигаемся на второй этаж. С лестницы попадаем в холл второго этажа. Он светлый, потому что с этой стороны есть балкон. И две спальни с этой стороны. И одна мастер-блок вообще в своем крыле, который полностью смотрит на задний двор. Давайте с нее и начнем. Попадаем прямо сразу в гардеробную. Гардеробная уже выполнена по двум сторонам. Она сделана из шпона ореха. Выглядит еще более благородно. А фасады сделаны из вот таких металлических рамок, в которые вставлено тонированное стекло. На самом деле очень достойно. И вроде бы вся одежда на виду. Но с другой стороны она полуприкрыта и ее практически не видно. Большое окно, которое выходит на участок. Можно много света, плюс на балкон еще можно выйти. Правда, в гардеробной это особо не нужно. Но, тем не менее, такая возможность есть. Зеркало. Можно на себя спокойно смотреть. Туалетный столик. Вот такой вот ящичек. Все туда можно разложить, ничего видно не будет. Давайте пройдем теперь в саму спальню. Пока без мебели, как и весь дом. Ну, очевидно, что сюда вставит кровать. С каждой из сторон тоже вот эти умные выключатели панели. И возможность и димировать свет, и все выключить сразу. И, соответственно, две розеточки еще. Я в своем телеграм-канале ВДТ Алексея Аверьянова рассказывал про то, как вообще продумывать розетки. Потому что есть люди, которые хотят, чтобы они располагались за тумбочкой. Кто-то хочет, чтобы над тумбочкой. В общем, различных вариантов много. Когда строишь дом на продажу, все их продумать невозможно. Поэтому зайдите обязательно и заодно подпишитесь на мой телеграм-канал. Ну и сейчас, кстати, ребят, пожалуйста, поставьте лайк. Там колокольчик, все дела. Не забывайте это делать. Это поддерживает наш канал и мотивирует меня снимать для вас больше и больше обзоров. Соответственно, кровать встает, напротив телевизор. Слева окно и выход на балкон. Вот отсюда как раз видно весь свой участок. Ограждение из стекла по периметру во встроенном профиле. Вот сверху такая металлическая накладочка. Здесь гранитный пол. Очень все достоин выглядит. Плюс большой навес, то есть сюда не будет заметать снег. Поэтому этим балконом можно будет пользоваться круглогодично. Так, ну и раз уж мы здесь находимся, ребят, пару слов про коттеджный поселок Монтевиль. Он входит в сеть поселков Виладжо и застраивался, начиная еще, по-моему, с 2006-2007 годов. Но поселок в то время был, скажем, не флагманским. Потому что флагманом был Миллениум парк. И его показывали в первую очередь. Потому что задача была сначала Миллениум парк продать. Сейчас поселок абсолютно застроенный, с очень хорошей инфраструктурой. И даже некоторым жителям он больше нравится. Потому что сама инфраструктура, она более естественна. Здесь течет речка Беляна. И ее запрудили, и получается там много естественных водоемов. В отличие от Миллениум парка, где водоемы искусственные. Также нужно понимать, что стоимость домовладения складывается еще и из стоимости земли. А стоимость земли очень сильно зависит от коттеджного поселка, в котором это все строится. Вроде бы 12 соток, небольшой участок. Но на самом деле ты вышел, и буквально в 5 минутах у тебя огромная прогулочная зона. А самое главное, Монтевиль входит в сеть поселков Вилладжио. Это 7 поселков. Гринфилд, Риверсайд, сам Монтевиль, Мэдисон парк, Парк-авеню, Покровский, Новорижский. Все поселки с хорошей инфраструктурой. В любой из этих поселков житель Монтевиль может приехать и воспользоваться всей их инфраструктурой. Так что, когда оцениваете стоимость домовладения, обязательно имейте это в виду. Давайте, а то сейчас операторы у меня замерзнут. Холодно, чего? Ты вообще босиком там стоишь. Я не знаю, как ты вообще это выдержал. А я им там про Монтевиль рассказываю. Так, ладно, вернулись, поехали. Здесь у мастер-блока есть свой санузел. Так, сейчас ребята будут отражаться в нем. Вот это самое сложное, кстати, снимать санузлы, где ты входишь и прямо сразу зеркало. Ну, ребята уже научились. Значит, с правой стороны душевая кабина, в примерно похожем формате, как мы видели внизу. Раковина, зеркало, унитаз, биде. Кстати, в телеграм-канале, опять же, ВДТ Алексея Аверьянова проводил опрос. Каким образом лучше устроить вот этот вот узел? Первый вариант – унитаз плюс гигиенический душ. Второй вариант – унитаз плюс биде. Третий вариант – просто унитаз. Четвертый вариант – умный унитаз, который содержит в себе функцию биде. Так вот, ребята, оказалось, что 47% проголосовавших, а, кстати, проголосовало около 1000 человек, принимает, что самый лучший вариант – это просто унитаз и гигиенический душ. На втором месте – это унитаз плюс биде, 21%. 20% выступили за умный унитаз, а 12% выступили за просто унитаз. Кстати, о чем здесь свет не включен? Валер, включи, пожалуйста, свет. Вот, теперь видно, что здесь еще и ванна находится. И тот же электрический полотенцесушитель. Кстати, все полотенцесушители заведены на систему «Умный дом». Так что, если вдруг забыли его выключить, это можно сделать даже удаленно. Так, в доме установлено центральное кондиционирование, то есть блоки канальные, и их не видно, только видны вот эти решеточки. И в доме нет приточной вентиляции, есть только вытяжка в санузлах, в технических помещениях. Вообще, подход к вентиляции может быть разный. В больших домах мы всегда это ставим, потому что это статус, это премиальность и так далее. В маленьких домах это может быть не так уж прямо и нужно. Более того, собственник этого дома – застройщик, который построил уже немало домов. А во-вторых, и сам проживает за городом, говорит, что, в принципе, вот такого формата в домах это вообще не нужно. Потому что, по сути, вентиляция нужна в случае, когда ты спишь и когда у тебя много гостей. Когда ты спишь, можно приоткрыть окно, но если даже зима, то можно установить так называемые бризеры. Это компактные такие установки, которые вставляются прямо в стену, и они тебе дают достаточный приток воздуха. И еще проблема вентиляции в небольшом доме, например, как это 355 квадратных метров, это в том, что они еще дополнительно забирают какую-то высоту потолков. Поэтому либо надо здание еще увеличивать, а это уже сложно, пропорции начинают ползти, потому что когда маленькое пятно застройки и высокий дом, смотрятся некрасиво. Либо тогда жертвовать высотой потолков, что здесь в данном случае было бы, наверное, не до конца рационально. В мастер-блоке есть еще одно помещение. Это интересная комната, у которой множество возможных вариантов использования. Например, здесь можно сделать такую детскую для маленького ребенка. Например, мама с ним уходит, если он не спит. Или сюда поставят кроватку, и мама будет к нему приходить, или няня здесь будет. Второй вариант использования — это может быть кабинет при хозяйской спальне. То есть тот, который не предполагает, что извне люди будут сюда приходить. Все-таки это приватная часть дома. И третий вариант — это может быть вторая спальня, например, супруга, когда двое супругов находятся в разных спальнях. Такой вариант тоже иногда очень востребован. Ну а дальше, на ваше усмотрение, комната для йоги, тренажерный зал. То есть любые фантазии будущего собственника здесь можно реализовать. Давайте посмотрим еще одну спальню. Ну что, по ходу движения вот это у нас. Здесь своей гардеробной нет, есть небольшой шкаф. Полочки, шкаф для одежды. Вот, но зато есть свой санузел. И вот здесь вот интересное решение, которое я тоже нигде не встречал. И на моем канале вы тоже нигде не видели. Это как, например, закрыть окно в душевой. Вот вариант дополнительной двери с матовым стеклом. Ее можно приоткрыть. Например, если нужно убраться, там же установлен радиатор. Можно приоткрыть окно. Вот так закрылся, и тебя уже не видно. Душевая эта очень просторная. Везде установлены электрические полотенцесушители, раковины, унитаз уже с гигиеническим душем. А вот сама спальня. В изголовье шпанированные панели из американского ореха. И вот такие интересные светильники, которые спускаются прямо сверху. Вот он сейчас светит. То есть это скорее просто такой ночной приглушенный свет, когда ты уже отходишь ко сну. Но при таком свете нельзя будет читать, поэтому в любом случае на тумбочку придется поставить какую-нибудь настольную лампу для чтения. Так, последняя у нас осталась комната. Ее фактически не видно. Можно распознать только по ручке вот этой черной рамки. Так, заходим сюда. Здесь, кстати, тоже шпон ореха. Но в виде вот таких вот рейчек еще встроенные светильники. И напротив из этого же материала сделано такое панно, куда можно интегрировать телевизор. Вот, кстати, чем мне нравятся вот эти двери со скрытой коробкой, особенно здесь вот в черном варианте сделанные, то что вот эти как раз двери очень практичные, все углы закрытые, то есть ничего не будет никак сбиваться. В отличие от тех, где вот сюда подходит уже угол со штукатуркой. Там постоянно что-то может откалываться или там сбиваться. Вот, и выполнены они по цвету так же, как стена. На себя внимание не отвлекает, достаточно высокие. И узкая, тоненькая черная рамочка идет в обводочке. Вот это как раз красота современного дизайна. Гардеробная, конечно, не очень большая, но если говорить о том, что это комната подростка, в принципе, все вещи должны здесь разместиться. И за этой дверью у нас еще один санузел. Здесь просто душевая кабина, унитаз, биде, раковина, окно, зеркало. В общем, все, что вижу, все вам рассказываю. Мы с ребятами, кстати, поспорили, это для мальчика или для девочки. На самом деле, скорее, она, конечно, больше такая брутальная. Вот, но тем не менее, за счет дополнительного декора и комнату, и там сам санузел можно уже превратить в более такую девчачью. И, кстати, если кто-то из вас планирует делать отделку в своем доме, то надо, конечно, иметь в виду, что все сроки, сейчас увеличились. Если отделку в таком доме можно было спокойно сделать за 9-12 месяцев, то сейчас этот срок не меньше полутора лет. Потому что все импортное, это надо еще больше ждать. Вот, плюс какие-то позиции просто недоступны, и нужно время на то, чтобы там дизайнер смог какие-то альтернативы подобрать. В общем, закладывайте время и цените, конечно, готовый продукт. Потому что сейчас все, что продается, это было на старых закупках сделано, и новый такой продукт будет создать гораздо сложнее и гораздо дороже. Поэтому, когда вы будете взвешивать, делать отделку самостоятельно, вообще строить дом и потом делать отделку или купить готовое, имейте это в виду, потому что это и стоимость денег во времени, и куча нервов и так далее. Да, конечно же, сейчас хороших новых домов, особенно с таким перфекционизмом сделанных, их немного. Но они есть, они стоят недешево. Но, возможно, эта надбавка к стоимости за готовый продукт абсолютно обоснована. Друзья, ну что ж, закончили мы с обзором. Еще, может быть, пару слов расскажу про эксплуатацию. Здесь стоимость эксплуатации поселковой – 31 тысяча рублей в месяц. Это будет и чистка дорог, и охрана, и вывоз мусора, и благоустройство всех территорий. Плюс, естественно, что-то по счетчикам. Ориентир – это в среднем где-то выйдет 10 тысяч рублей в месяц на электричество, на отопление, на воду. Ну, конечно же, если будет у вас какой-то приезжающий персонал, потому что здесь, естественно, персонал негде будет особо разместиться, то тогда это дополнительные еще затраты. То есть в любом случае не надо забывать, что снег надо чистить, траву надо косить, плюс какое-то обслуживание коммуникаций, выезд каких-то инженеров и так далее. Это какие-то, но они в данном случае будут небольшими затратами. Ну, плюс к этому идут налоги, ну и добавочная стоимость за загородный образ жизни. Это, не знаю, например, если дети пойдут в школу, в какую-то частную, эти расходы, плюс, не знаю, дополнительная машина, ее содержание, плюс продукты вроде как дороже, или доставки хуже работают. Хотя вроде как говорят, что уже на Новорижском шоссе все это налажено, и, пожалуйста, все это практически так же возят. Поэтому если вы вдруг примете решение переместиться за город, то этот дом очень, кстати, даже подходит для постоянного проживания. Семья с тремя детьми может здесь спокойно разместиться, будет свой собственный дворик, можно жарить шашлыки, наслаждаться загородным образом жизни, гулять в парке. В общем, полный кайф. А также дом еще, как я много раз уже говорил, подойдет для перфекционистов, потому что если вы действительно цените хорошее качество отделки, то такого продукта очень мало на рынке. С вами был Алексей Аверьянов, канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok